Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот этот макияж, который сейчас на мне, но перед тем, как приступить к его выполнению, я хочу поделиться с вами несколькими новостями. Все хорошие, поэтому, в общем-то, не терпится мне о них рассказать. В первую очередь, хочу сообщить о новостях. Я в этом месяце, в декабре, планирую, как всегда, это уже два года подряд у меня сложилась такая традиция, и я решила в этом году тоже ее поддержать. В общем-то, в этом месяце, в декабре, я буду делать видео три раза в неделю, это будет понедельник, среда и пятница будут выходить мои видео, и в каждом из видео будет какой-то конкурс. То есть, в каждом из видео вы сможете что-то выиграть. В общем-то, обожаю я просто декабрь, обожаю дарить вам подарки, как-то вас благодарить за то, что вы целый год со мной были, да даже не целый год, уже целых три года, наверное, я на YouTube, я не помню уже сколько прошло, но, в общем-то, да. И в каждом видео, в общем-то, будет какой-то конкурс, вы сможете поучаствовать, и я думаю, что максимальное количество, сколько я смогу вас поблагодарить, сколько я смогу подарить подарков, я столько подарю. И вторая новость, это непосредственно от проекта уже Simplum. Кто еще не знает, Simplum это мой проект по совместным закупкам в США, Европе и Китае. Эту тему я хочу затронуть отдельно, потому что я совершенно не ждала такой отдачи от вас. Simplum постепенно становится уже полноценной работой, это уже не просто проект, скажем так, на который изначально я думала, что буду тратить совсем немного времени, что мне там будет пару заказов в месяц, может приходить максимум, и для меня этого было бы уже достаточно. Но я просто в шоке от того, что он пользуется намного большей популярностью, чем даже я могла представить. Спасибо вам огромное за доверие, спасибо вам огромное за то, что вы им пользуетесь, за то, что даете какие-то советы, за то, что он вам нравится. В общем-то, от этого проекта я хочу сделать отдельное спасибо, я хочу разыграть довольно хороший приз, как мне кажется, и конкурс будет длиться на протяжении месяца, и в конце декабря он закроется, и в начале января в первых числах я уже, думаю, определю победителей. И давайте же теперь к самому интересному, а собственно к подарку. Подарок будет вот в такой вот красивой косметичке, и косметичка это не единственное, что вы получите. Первое, что я хотела подарить, это какую-то палетку теней. И я знаю, что сейчас популярны палетки LORAC PRO, что сейчас популярны палетки NAKED, но в то же время мне хотелось немножко расширить ваши горизонты, и я хочу подарить одной из вас палетку от STILA. Эта палетка называется IN THE NOW, и на самом деле STILA это такой бренд, который не совсем раскручен на YouTube, и мало кто о нем знает, но в то же время это потрясающие тени, потрясающие качества. И чем меня привлекла конкретно эта палетка, сейчас я ее пытаюсь открыть, между прочим, так это тем, что она полностью матовая, и в ней собраны все вот такие вот нейтральные, красивые, потрясающие для ежедневного макияжа, да и даже не для ежедневного, а для какого-то темного, вечернего оттенки. Я думаю, что вы сейчас на нее смотрите и сами понимаете, какая здесь шикарная подборка. На самом деле, когда я смотрю на эту палетку, я удивляюсь, что она не настолько раскручена, как все остальные на YouTube, тут также, как вы видите, входит сюда карандаш для того, чтобы замешивать этот макияж, который вы с ней будете делать. В общем-то, палетка просто шикарная, в ней есть как светлые, так и темные, как теплые, так и холодные оттенки. Мне безумно нравится эта палетка, и вот мне хотелось бы, чтобы тот человек, который победил, расширил немножко свои горизонты, действительно понял, что есть не только Urban Decay или Larac сейчас на рынке, и в то же время есть и вот такие вот какие-то замечательные штучки. Помимо теней в этой косметичке также находится база под тени, потому что это тоже очень важный компонент для того, чтобы макияж был стойким, красивым, держался долго. И я выбрала базу под тени от Зоева. Она вполне отличная база, работает хорошо, вот такая вот небольшая баночка, но хватит ли вам ее на очень-очень долго. И последнее, что будет находиться в этой косметичке, это помада. Опять-таки помаду я хотела выбрать немножко нестандартную. Сейчас, как вы знаете, модны такие яркие, насыщенные оттенки, оттенки очень темные, очень глубокие, и я выбрала вот такую вот помаду от Sleek, которая называется Pout Paint. Это краска для губ, можно так сказать, ее нужно совсем-совсем немножко, и в то же время она создает очень насыщенный оттенок на губах. И оттенок у этой помады очень насыщенный, холодный, такой немножко с фиолетовым подтоном. В общем-то, я хочу, чтобы вы опять-таки поэкспериментировали. Если вы сами для себя такую вот вещь не купите, то мне хочется, чтобы вы попробовали что-то такое, что-то, что будет в тренде, в моде. В общем-то, да, вот такой вот подарочек от Templo вас ждет. Что касается условий участия, то они будут немножко более сложные, чем обычные, скажем так, мои конкурсы, которые я провожу у себя на канале. Но, опять-таки, все условия будут внизу. Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше вот такого замечательного приза, то там вы сможете узнать все подробности. Ну, а сейчас давайте же перейдем к этому макияжу. Он, я думаю, вы уже заметили, насколько он насыщенный, насколько он темный. Мне очень понравился этот макияж. Как-то вот я его сделала и очень довольна этим финальным результатом. Поэтому, если вам интересно посмотреть, как я его делала, то, конечно же, оставайтесь со мной. Первое, что я буду делать, это наносить зеленую базу на все века. В качестве базы я сегодня буду использовать акварель от Париж-Берлин. И эту акварель я наношу сначала на центр века и потом буду растушевывать по краям. Если вы хотите, чтобы оттенок был действительно ярким и броским, то без какой-либо базы вам, конечно, не обойтись. Если у вас нет акварели, то это не самое главное, что в этом макияже есть. Вы ее можете заменить каким-то карандашом, например, кремовыми тенями. Любым кремовым, в принципе, продуктом, который по цвету напоминает тот, который, в общем-то, вам нужен в качестве теней потом будет. У меня это зеленый цвет, поэтому зеленый я и использую. Акварель сразу же нужно нам закрепить какими-то тенями. Я сегодня буду использовать палетку Ателье Т08 и средний оттенок. Припечатываю этот оттенок к веку. И вот вы видите, наверное, сейчас, как изменяется цвет. Он становится более таким интересным. И в то же время это будет очень такой броский акцент на глазу. Пока такой интенсивности мне хватит, переходим к более темному оттенку. Все из той же палетки Ателье Т08. Я буду использовать самый последний оттенок. Этот оттенок я набрала на такую довольно пушистую, но в то же время плоскую кисть. Для того, чтобы сразу и растушевывать его вот такими вот движениями, сразу растушевывать этот оттенок к центру века. Эта кисть как раз очень хорошо подходит для такого рода задачи. Старайтесь здесь не спешить, потому что это очень важный шаг. Сильно закрыть зеленый мы не хотим, но в то же время мы не хотим, чтобы он был на все века, скажем так. Он нужен нам сугубо по центру, этого мы и добиваемся. И то же самое я сейчас буду делать в внутреннем уголке глаза. Наношу оттенок. И растушевываю его к центру века. Пока оставляем все на том этапе, на котором оно есть. И я буду переходить к складке века. В первую очередь я буду использовать серый оттенок из палетки Лорак Мега Про, который так и называется Грей. И здесь у меня есть совет к вам, что если вы хотите сделать макияж достаточно темный, не начинайте сразу с черного. Черные тени очень насыщенные и могут сделать сразу беду на ваших глазах. Поэтому начинайте с серого. Вот вы видите, что я взяла вроде бы как в палетке он не выглядит чем-то сильно темным. Но в то же время, когда я его наношу, вы видите, какой он темный и какой он насыщенный. Черный еще в два раза более насыщенный, поэтому с ним не спешите. Черными тенями всегда делают акцент, но черный никогда не используют в качестве растушевки. И вот так вот я беру этот оттенок, по чуть-чуть его добавляю. И наношу на свое нависание, потому что при открытом глазу у нас должна создаваться форма, поэтому мы наносим цвет не в складку, а сюда поверх, на косточку. Здесь у нас должен быть максимальный оттенок, максимально насыщенный, скажем так, оттенок. И так как я меняю форму своего глаза, вот здесь вот я имитирую складку, мне нужно довести тени практически до конца. Потом я это растушую, это не будет выглядеть так жестко, но в то же время, я надеюсь, что принцип вы понимаете. Пока снова все оставляем в покое, и я перехожу к нижнему веку. Сюда я буду наносить все тот же оттенок grey, то есть темно-серый оттеночек. Наношу его на все веко, нижнее, и растушевываю к низу. Сразу хочу предупредить, чтобы вы не пугались, такого рода темные макияжи до последнего момента всегда кажутся чем-то невероятно грязным, чем-то страшным, и когда вы будете тренироваться делать такие макияжи, вы будете думать, что у вас ничего не получается, и все выглядит ужасно, но в то же время пробуйте, заканчивайте макияж до конца, потому что именно в самом конце он расцветает и обретает ту форму и тот вид, который вы хотите. Еще одно очень важное правило темного макияжа – это соблюдение формы. Одна линия должна переходить в другую. Вот, как вы видите, у меня нижнее веко идет непрерывной линией и создает ту форму, которую мне нужно. Если я здесь еле-еле-еле прокрашу нижнее веко, а здесь у меня будет вот такая вот черная тушевка, то это только усугубит нависание века, а целостность формы корректирует форму глаза и создает визуально другую форму. И, в общем-то, вот сейчас я буду все вот это подтушевывать, подтушевывать и подтушевывать, пока мне не понравится финальный результат. И вот, когда мы сделали основную тушевку, можно переходить к черному цвету. Я беру маленькую растушевочную кисть и совсем немножко черного оттенка теней, и красивенько так все растушевывать, чтобы у меня не было видно границы акварели, которую я наносила изначально. Черный оттенок идет именно в складку. Если у вас нависшая века, то черный оттенок наносите именно в складку и поднимайте немножко выше, чтобы, когда вы открывали глаза, у вас немножко было черного, но здесь уже была тушевка вот тем серым, которым мы наносили до этого. Именно такая форма в макияже нависших век, на мой взгляд, смотрится лучше всего. И вот так вот я тоже наношу этот оттенок и во внутренний уголок глаза, и тут тоже все красивенько подтушевываю. Также не обращайте на этом этапе внимания, если у вас какие-то тени осыпаются. В таких макияжах всегда под глазами делается черти что. Даже используя самые качественные тени, все равно бывает грязь. Но мы это все в конце уберем. На этом этапе я тоже советую вот такой вот маленькой кисточкой растушевать края. Теперь мне нужен оттенок для того, чтобы закончить макияж. Вообще я не буду использовать слишком светлый, поэтому я беру такой телесный оттенок из палетки опять-таки LORAD MEGA PRO, который называется FUN. И буду растушевывать те места, которые требуют какого-то финального штриха. Такие оттенки всегда работают как ластик. Если вдруг вы где-то переборщили с цветом, наносите такой вот светлый оттенок, и он сразу убирает этот цвет, эту насыщенность. С тенями мы закончили, теперь я перехожу к жидкой подводке. Я буду использовать жидкую подводку от Kat Von D Tattoo Liner. Моя задача это только сделать подводку глаза. Можно сделать небольшую стрелочку. Буквально совсем чуть-чуть. Если вы хотите, чтобы ваш глаз казался более круглым, чем он есть на самом деле, сделайте подводку толще немножко в этом месте, а не в этом. Тогда глаз будет казаться немножко более круглым. И вообще такая форма в макияже, когда центр высветлен, или на нем какой-то яркий акцент, а по обе стороны темный оттенок, этот макияж сделает глаза более круглыми. Далее для верхней водной линии и нижней водной линии я буду использовать карандаш от Urban Decay в оттенке Black Velvet. Карандаш слегка можно подтушевать, для того, чтобы смешать его с тенями и в то же время немножко закрепить. И также мне кажется, что такой макияж не обойдется без накладных ресниц, и я буду клеить ресницы, которые клеятся только на уголки глаз. Для того, чтобы сымитировать мой новый уголок глаза, который будет повторять вот эту тушевку, мне, собственно, и нужно нанести ресницы так, чтобы их край как раз заканчивался на зоне этой тушевки. Сейчас я буду клеить и все вам покажу. Клей высох и макияж глаз на этом можем считать законченным. Если вам интересно посмотреть, что у меня на остальном лице, конечно же, продолжайте смотреть. В качестве тональной основы на мне сегодня снова две тональные основы. Первая это Max Factor Face Fit и вторая Nars Sheer Glow. В качестве корректора я использовала Faberlic Air Tone Concealer и использовала его под глаза. Брови же я, как обычно, делала своим карандашом от Color Me, который в оттенке PS79. На щеках у меня сегодня только бронзер в оттенке Laguna, этот бронзер от Nars, потому что я не хотела щеки перегружать, и так слишком активные глаза, поэтому мне показалось, что бронзера будет вполне достаточно. И для губ я выбрала очень такую нейтральную помаду, это у меня снова Faberlic, номер ее 4368. Это такая кремовая сливочная помада розового приглушенного оттенка, которая абсолютно никаких акцентов на губах не делает, что, собственно, мне и было нужно. Что касается сегодняшнего конкурса, то я хочу разыграть вот такую вот тушь от Sleek. Она двухсторонняя, называется, насколько я знаю, Magnitude. Это тушь, и с одной стороны это база под тушь, которая белого цвета создает объем для ваших ресниц, и вторая сторона этой туши черная, и она, собственно, уже красит ресницы, и делает их более длинными, более пышными. В общем-то, если вы хотите выиграть эту тушь, то все условия конкурса внизу. Также не забывайте участвовать в гивауэе от Simple, который намного больше, чем этот. Удачи вам, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!